Коллеги, добрый день. У нас сегодня с вами последний тематический вебинар с погружением. Я, с одной стороны, очень рада, что мы добрались до этого момента, с другой стороны, конечно, мне жалко расставаться. Кажется, еще столько интересных приемов, нюансов, моментов, которые мы с вами можем обсудить. Но, тем не менее, давайте сегодня сосредоточимся на работе с видеоаватарами. То есть мы продолжаем работу с видео. И сегодня говорим про такие видеоролики, где выступает виртуальный диктор, виртуальный ведущий. Разберемся, как они создаются, какими сервисами вы можете сами воспользоваться и как правильно работать в таких нейросетях, как нужно правильно организовывать процесс. Ну и, конечно, вы получите соответствующее практическое задание. Вторая часть нашего вебинара будет посвящена тому, как вы спланируете внедрять нейросети в свою жизнь. Что нужно сделать для того, чтобы материал курса остался не просто яркими, интересными экспериментами, а стал вашим ежедневным помощником, чтобы вы большую часть неинтересных, может быть, скучных, рутинных рабочих задач уже перепоручили искусственному интеллекту. Я покажу, как составляется пошатный план, дам примеры своих и своих коллег. Ну и опять же, мы закончим все практическим заданием. Так, ну что ж, Ась, пока виртуальным аватаром. В настоящий момент вы уже научились генерировать персонажей, то есть в различных нейросетях создавать какие-то определенные портреты, да, людей, может быть, обрабатывать какие-то фотографии для того, чтобы известных личностей или себя самих переносить уже в эту виртуальную реальность. Вы уже попробовали писать тексты с помощью нейросетей и записывать аудиофайлы. То, о чем мы будем говорить сегодня, это как раз сборка всего этого. Пока виртуальные аватары – это наивысшая точка развития, коллаборации, соединения вот всего, о чем вы видите. И действительно, сервисы, которые я буду показывать, они одновременно имеют модули и написания текста, и записи аудиофайлов, и генерации каких-то аватаров. Так все-таки, что такое аватар, да, раз я так часто про него упоминаю? Аватар – это модель человека. Если вы представляете себе аватар как что-то такое мультяшное, то нет. Как правило, это очень фотореалистичное изображение, бережно переносится мимика человека, жесты переносятся, иногда переносится движение. То есть, в первую очередь, аватар – это чья-то оцифровка. Внутри них лежит реальный человек. Да, некоторые сервисы позволяют работать немного по-другому, но, тем не менее, основа всех аватаров – это, как правило, какая-то реальная личность. Для того, чтобы создать вот такого виртуального диктора, виртуального ведущего, нам нужно три базовые технологии. Первое – это липсинг. Мы про него говорили, да, что это уже давно известно, это не так сложно, нужно всего лишь синхронизировать движение губ и саму аудиодорожку. Там синхронизация идет по гласным, то есть просто на каждую гласную есть определенное положение губ, они расставляются по речи, а дальше уже соединяются плавной анимацией. По факту, это то, что можно сделать даже руками, но, конечно, нейросеть процесс здорово ускоряет. Вторая технология – это говорящая голова. Мы дополняем липсинг мимикой, эмоциями и движениями, пока на уровне головы. Сюда могут входить, конечно, и жесты, и движения тела, но это намного сложнее. И третья технология – это синхронный перевод. То есть мы не просто берем какой-то текст и его переводим, а делаем это максимально синхронно. При этом мы можем под файл перевода подобрать липсинг. То есть если у нас человек на видео или если наш цифровой аватар говорит на английском языке, мы можем на лету эту дорожку перевести на английский, использовав тот же голос или плюс-минус похожий, и под новую речь поменять движение губ. Звучит фантастически, но это то, чем сейчас занимаются сервисы. И понятно, для чего это может быть использовано. Это, естественно, создание видеороликов. Это контент. Контент для курсов. Вы можете просто поставить виртуального ведущего на весь курс. Вы можете взять какого-то одного человека, цифровать реального актера и использовать его повторно и многократно. Либо менять аватар под целевую аудиторию. То есть представьте, вы контент, текст курса записали один раз, но если на курс заходит студент, там более молодой аватар. Если заходит пожилой человек, то возрастной аватар. Вот это как раз реальность. Потому что собрано из частей, и какой-то один модуль заменить достаточно легко. И вот поэтому основа аватаров – это, конечно, создание контента. Ну, вот как мы с коллегами шутим, да, а не обязательно мыть голову и делать макияж, если у вас есть вот такой вот цифровой двойник. Дальше. Так, обязательно ли должен быть человек, может быть, животное, если контент детский? Животное может быть, тогда мы говорим не про аватар, мы говорим про маскота. Это тоже возможный вариант. Но вопрос, как всегда, в оцифровке. Я не видела, чтобы были качественные модели животных. Но вы можете сгенерировать подходящее животное, ну, естественно, антропоморфное, да, то есть с понятным расположением рта, глаз, иначе анимация собьется. То есть мне кажется, что аватаров животных пока нет, потому что в оцифровке они сложнее. Нужно прописывать другой липсинг, потому что, ну, из-за формы пасти, да, по-другому это будет выглядеть. Вместо мимики нужно, например, движение ушей и так далее. Но в принципе, да, мне кажется, это реально, просто пока эта технология будет, наверное, более дорогой, чем анимация живого человека. Не живого, а реального человека. И да, как раз к слову о деньгах. Сейчас для создания цифровых двойников используются три способа. Два из них очень и очень дорогие. Первый – это создание 3D-моделей по множеству фотографий. Условно говоря, в специальный аппарат вы загоняете человека, чью копию хотите получить. Аппарат делает очень большое количество снимок, а потом эти снимки соединяются в модель. И дальше эту модель можно анимировать. Второй способ – вы рисуете модель, создаете в программах 3D-моделирование и потом ее анимируете. Первый способ легче проходит «Зловещую долину». Второй способ дает больше вариантов для дальнейшего использования этой модельки. Вот, например, на прошлом вебинаре я упоминала такую технологию, такую компанию, как MetaHuman, который создает полностью анимированные 3D-модели. То есть он сначала использует технологию номер два, делает вот эту вот фигурку, модель, а дальше использует технологию номер один. Большое количество снимков реальных актеров, потом эти эмоции с фотографии переносятся на модель. Вот пока это один из самых качественных сервисов для создания цифровых двойников. Но я говорила, что у нас есть три способа, да? Два очень дорогих и один просто дорогой. Это как раз использование нейросетей. Мы берем реальный прототип, обучаем его на каких-то данных, то есть данные о том, как люди говорят, как они произносят текст, какие эмоции они показывают, куда направлен их взгляд. Есть даже технологии, которые вы можете включать во время созвона для того, чтобы ваши зрачки всегда смотрели в камеру. То есть вы можете отворачиваться, поворачиваться, а модель при этом всегда будет дорисовывать так, что вы смотрите прямо на зрителей. Это как раз сделано подобным обучением. И вот через такое обучение вы можете получить цифрового двойника. Все зависит от того набора, на котором вы обучаете. Да, да, пожалуйста, перезагрузитесь. У меня идет презентация, и я даже не сразу, но сообразила поставить дубликат себе записям. Так, поэтому мы с вами будем работать именно с нейросетями, ну, как предполагает наш курс. И сразу понимайте, что бесплатная эта технология не будет. Сейчас есть самых таких топовых, качественных и доступных сервисов. Какие-то из них профессионального уровня, какие-то из них любительского уровня. Из них вы можете поработать. Это DID, HeyGen и Whisper. Вы видите QR-коды, потом я могу сбросить ссылку напрямую на них, и покажу сегодня, как в этих сервисах работать. Они между собой кажутся, что похожи, но если мы будем разбираться, то различия будут очень и очень заметны. Вот DID появился одним из первых, по-моему, они с HeyGen, там с очень небольшой разницей появились. И это именно сервис, специализирующийся на цифровых двойниках. Вы можете сделать виртуального диктора, который начитывает текст на видеоролике, но сама фишка сервиса в том, что этого виртуального диктора можно подсоединить к текстовой нейросети, чтобы он реагировал на запросы пользователя. То есть пользователь задает вашему аватару вопрос, какая сегодня погода в Мурманске. GPT генерирует ответ на этот вопрос, он тут же озвучивается, и вот у вас уже аватар на экране отвечает пользователь сегодня солнечно. Это работает достаточно быстро, и вы можете прописывать не только ответы на вопросы, но и как для чат-ботов делать алгоритмы, по которым этот аватар будет взаимодействовать. То есть в этом плане у сервиса конкурентов нет. Но, конечно, можно использовать его и просто для того, чтобы сделать смешной ролик с двойником какой-то известной личности. Почему бы и нет. Вот так будет выглядеть интерфейс. Это именно генерация видео. Он выглядит попроще, чем остальные возможности. И вот, пожалуйста, у вас есть аватар, и вы настраиваете, как будет себя вести какой-то конкретный человек, виртуальный человек. А это цены. Чтобы вы сразу понимали, что получится сделать с этим сервисом. У него нет бесплатного тарифа вообще, есть только триал. На триале вы можете сделать 5 минут видео. Там есть другие функции, вроде агентов, но нам с вами это не нужно. На триале у вас будет водяной знак на весь экран. То есть прямо вот такая вот сетка, которая будет перекрывать изображение полностью. Если делать без него, то минимальный тариф начинается вот от 5 долларов, и российскими картами оплатить невозможно. Самое минимальное – это 10 минут видео за эту цену. Платеж будет ежемесячный. Ежемесячный. Второй сервис. Хейджен. Про него можно сказать, что это канва для аватаров. У него не только функции озвучки текста и оживления цифрового двойника, но еще и библиотека элементов, и титры можно сделать, и настройки очень детально прописать, и даже в самом интерфейсе есть лента «Время таймлайн», который выступает как видеоредактор. Можно сделать и закадровый голос, и косую склейку сделать. То есть какие-то вот такие функции видео тоже в этом сервисе вполне себе реально применить. Вот так будет выглядеть интерфейс. Чуть немного старый скриншот. Сейчас сбоку вот еще, по-моему, добавилась еще одна вкладка с дополнительными функциями. Здесь уже немного посложнее его осваивать. Возиться нужно будет подольше. И точно так же, чтобы вы сразу понимали, порядок цен. У Джена есть бесплатный тариф, и он включает в себя, вот написано, один кредит для генерации. Один кредит для генерации – это одна минута видео. Это то, что вы можете делать бесплатно, ежемесячно, вот одну минуту видео генерировать для каких-то очень коротких роликов. Следующий тариф начинается от 25-24 долларов, и это уже 180 кредитов на генерацию. Самая простая генерация, то есть без каких-то дополнительных премиум настроек и сложных функций, это у вас получится 3 часа видео вы можете сгенерировать. То есть тут достаточно много. И, наконец, третий сервис – это Виспер. Его сделала одна компания, которая входит в Сбер. На русском языке, естественно, весь интерфейс. Он выглядит проще и понятнее. Мне кажется, что в освоении он быстрее, чем остальные сервисы. И у него логика, вот если у Хейджена логика видеоредактора, то у Виспера логика создания презентации. Скажем так, да, по моей оценке, если вы умеете делать презентации, вы сможете сделать ролики в Виспере. Так, вот так будет выглядеть его интерфейс. Как видите, вроде бы тоже достаточно много вкладок, достаточно много каких-то настроек, но с моей точки зрения логика расположения элементов удобнее и понятнее, что именно нужно делать. Снизу вы видите один слайд презентации открыт, можно создать их несколько. Ну и самая приятная часть – это часть со стоимости. Тоже есть бесплатный тариф. Вот здесь будет логотип на все видео, то есть тоже водяной знак. Закроет все изображение, и вы сможете сгенерировать две минуты. Но помимо подписки, которая стоит полторы тысячи в месяц, и у вас будет 20 минут на генерацию, здесь есть возможность докупать просто минуты. Если вы знаете, что вам нужен пятиминутный ролик, а это очень-очень длинный, это будет стоить 450 рублей. Вы можете купить любое количество минут, просто введя цифру в окошке снизу и заплатить, естественно, российской картой для того, чтобы приобрести вот этот вот пакет. В этом плане мне кажется удобнее то, что вы можете доплачивать за конкретное количество минут. Ну и стоимость очень небольшая, то есть вот такого рода анимация, такого рода мошен, одна минута может стоить десятки тысяч, уж не говоря о съемке живого актера, оно может быть и дешевле, может быть и дороже. То есть здесь цены, мне кажется, достаточно приятны для того, чтобы попробовать это на практике. Так, ну что ж, сервисы с сервисами, но важно понимать, как в этих сервисах работать. Просто открыть и попробовать что-то сделать, нет, так вы не поймете основы. Как и с презентациями, как и с монтажом видео, первое, что мы делаем, это подготовительную работу. Вам для начала потребуется персонаж. И это на самом деле очень важный момент, хотя ему уделяют не так много внимания. Нужно подобрать такого персонажа, который будет хорошо сочетаться и с темой ролика, и с целевой аудиторией. То есть вы под задачу подбираете визуальный образ. У вас в сервисе может просто не быть подходящего образа, и тогда персонажа придется генерировать самостоятельно. Вот у вас есть три варианта. Самый правый столбик – это база шаблонов, то есть вы смотрите аватары, которые есть в сервисе. При этом, как правило, внешность и голос устанавливаются по-отдельному. Вы можете подобрать такую пару, которую считаете оптимальной. Слева – это загрузка своего изображения, то есть вы выбираете фотографию или иллюстрацию, которую считаете подходящей. Она должна быть сделана вот так вот прямо, анфас, выражение лица, то есть чтобы было подходяще. Но, как правило, лучше брать спокойное. Но если у вас какой-то юмористический ролик или, наоборот, какие-то печальные новости, тогда лучше эти эмоции, чтобы сразу были на снимке. Сервисы, которые я показываю, они из вашей картинки аватару эмоциям менять не будут. Из своих аватаров, из своей базы – да. А вот из вашей картинки – нет. Эмоции останутся такие, какие на снимке. Ну и посередине варианта – это промпт для нейросетей. Вы можете сделать в любой удобной нейросети картинку и тогда идти по левому столбику. Но также некоторые сервисы виртуальных дикторов, они дают возможность прямо у них внутри сгенерировать соответствующий аватар. Это грамотнее, с одной стороны, потому что у них есть уже определенные настройки, чтобы получившаяся картинка точно подходила для оживления. С другой стороны, это опять же будет стоить какого-то количества токенов. Если генерируете через свою нейросеть, обязательно используйте апскейл, чтобы повысить качество, иначе аватар будет выглядеть неестественно. Так, дальше. Вы решили, какой персонаж вам подходит. Вы выбрали его изображение из базы или создали свое. Дальше вы составляете текст. Вы можете написать этот текст в сервисе, так же, как вы делали, когда озвучку производили. Либо вы можете уже сразу озвучить текст и загрузить аудиофайл. Это все сервисы поддерживают. Опять же, с одной стороны, вы не тратите токены на генерацию, с другой стороны, вы можете, если это важно, свой собственный голос. Голос человека с поставленными интонациями, более соответствующие эмоции. Ну и самое приятное в загрузке своего аудиофайла – это то, что ударения и паузы будут расставлены правильно. Хотя, опять же, есть некоторые настройки в сервисах, которые позволяют расставлять ударения. Но вы знаете, что по умолчанию все равно английский язык, и не всегда вот эти ударения и паузы хорошо попадают и хорошо звучат. И вот только после того, как вы выбрали, написали текст, сделали сценарий, только потом вы открываете сервис. Иначе, во-первых, вы очень много времени потратите на эксперименты в этом самом сервисе. Во-вторых, вы начнете ужимать варианты, чтобы вместиться в бесплатные токены или в те токены, которые вы докупили, и, может быть, сценарий полетит. То есть сначала сценарий прописываете, традиционная табличная форма, когда меняются кадры, когда должен поменяться голос, где он, может быть, закадровал, и там не нужен аватар. То есть на самом деле вам же не обязательно, если вы делаете минутный ролик, вам не нужно, чтобы 60 секунд на экране был диктор. Вы где-то можете поставить слайды презентации, где-то запустить репортаж, где-то титры на весь экран. И когда перед глазами будет сценарий, вы сразу это увидите и сможете сгенерировать только те вставки, где без аватара не обойтись. А если вы используете и сервис аватаров, и сервис отзвучки, вы записываете целиком голос, где-то его произносит аватар, а где-то он уходит как закадровый, без смены звукового пакета. Вот эти все моменты без сценария в руках вы просто не увидите и не сможете просчитать. Так, а теперь давайте поэкспериментируем. Какой из трех сервисов показался вам более интересным, в каком из них мы попробуем сейчас создать аватара. Предлагайте свои варианты. Кто первый напишет, с такого и начнем. Наиболее прикладной от Сбера. Хорошо. Практически единогласно. Давайте посмотрим на Виспор, а потом он отличается от других сервисов. Итак, первое, что вы увидите, это вы увидите личный кабинет. Здесь будет сразу написано, сколько у вас осталось минут и секунд для генерации. И вы сможете новый ролик сделать или, внимание, загрузить уже свою презентацию. Давайте как раз попробуем вариант с загрузкой презентации. Это очень интересно, потому что вы сможете сначала подготовить визуал и уже потом на него положить видео с аватаром. Так, а давайте я вам включу как раз презентацию, которая касается нейросетей. Может быть, вы еще там что-то интересное, любопытное для себя там найдете. Она грузится в формате PDF или формате PPTX. Сервис обрабатывает и раскладывает на отдельные слайды. Чем это удобно? Тем, что у вас сразу сценарий буквально переносится, и вот они все кадры снизу отображаются. Дальше на них вы можете расставлять своего аватара. Здесь сразу диктор находится, но он не всегда подходит. Давайте будем смотреть, как мы выбираем. Первое, что у нас есть, мы идем по вкладкам. Вкладки можно переключать, а можно пролистывать. Они будут переключаться автоматически. Первое, что мы выбираем формат видео вертикальный или горизонтальный. Только 19 на 6 вариант есть. Но, в принципе, слишком много вариантов, а наоборот, могут нам затруднить выбор. Дальше мы выбираем персонажа. У нас есть реалистичные, анимационные, и у нас есть персонажи из фотографий. Когда вы выбираете реалистичные, тут есть женские отдельно и мужские персонажи. Дальше идет список. Вот реалистичных персонажей, вот здесь есть вот такой вот набор. И, посмотрите, каждый из них обозначен значками. О чем говорят эти значки? О том, что первый верхний человек будет по пояс, вот так же, как сейчас на видео. Второй значок – это в полный рост будет находиться. Третий значок – это то, что у персонажа доступна еще и жестикуляция. Вот они все аватары. Как видите, тут нет платных. Они все доступны вот так вот по умолчанию. Давайте я выберу сразу со всеми функциями, чтобы был и в полный рост вот такую вот девушку. Обратите внимание, что его можно сразу применить ко всем слайдам. То есть вы можете на разных слайдах использовать разных персонажей. Или можно нажать и применить ко всем. Дальше листаем. Следующее – это голос и язык. Со своим фото я покажу. Не торопитесь. Все, попробуем. Голос. Базовый набор языков есть. Китайского нет, если что. Русский, женский. И три интонации. Деловой, жизнерадостный и бодрый. Выбирайте такой, который считаете наиболее подходящим. Съешь еще этих мягких французских булок. Без этого сложно понять, какая интонация подойдет лучше. Не забывайте также, что нужно применить ко всем слайдам, если у вас один и тот же человек говорит. Здесь нету разных голосов. То есть вот какой вы выбрали, есть женский, есть мужской, и на каждой есть тринтонации. Здесь изменить не получится. Дальше вид слайдов. Вот мне кажется, это очень и очень удобная как раз настройка. То, что вы сразу можете применять макет. Очень похоже на прези видео, когда просто по готовому шаблону вы располагаете элементы и настраиваете их так, как считаете нужными. В любом случае, аватара всегда можно пододвинуть в какую-то сторону, переставить так, как вам больше нравится. Сильнее, чем ему нужно, он не сдвинется, потому что еще жесты. Тут остается безопасная зона. Вы можете загрузить сразу фото или видео. Здесь уже сразу загружается презентация, раскладывается. Но если нужно, вы можете изменить какой-то файл или удалить какие-то вот так вот неподходящие варианты. Дальше положение персонажей в кадре. Есть и такая, и такая модель по пояс, и есть вариант в полный рост. Значки справа – это расположение. То есть вы сразу можете центрировать и поставить так, как кажется уместнее. А это масштаб диктора. Максимальный и минимальный. Тоже можно поэкспериментировать. И традиционная кнопка «Применить ко всем слайдам». Если у вас изображения на фоне нет, например, вот на этом слайде я хочу оставить только диктора. У него сзади, у нее сзади будет черный фон, а может быть оранжевый фон, красный. Какой нужно? Вот палитра для того, чтобы вы могли добавлять. Ну и, конечно, можно ввести кодом цвета, чтобы не подбирать его вручную. Дальше фоновая музыка. Без музыки или выбрать готовый файл, или перетащить что-то из того, что вы генерировали на прошлой неделе. Ну и, наконец, текст озвучки. Вот здесь мы с вами остановимся чуть-чуть подольше, потому что вы пишете свой текст и сразу его размечаете. Где-то вам нужна пауза, где-то вам нужно поставить ударение. Что-то вам нужно прочитать более замедленно или, наоборот, более ускоренно. И вот такими вот значками вы размечаете. Пауза, кстати, может меняться и длительность. Если вам нужна пауза подольше, пожалуйста, вы просто вводите нужное значение. Так, 170 символов. Сколько сюда можно ввести? Либо можно загрузить также свой аудиофайл. Вот она кнопка, и вы выбираете файл уже на компьютере и вставляете сюда. Я не буду долго останавливаться на моменте создания аудио. С этим вы на прошлой неделе поработали достаточно плотно. А когда у нас аватар, помните, там будут все три значка, то есть жестикуляция. Когда аватар по пояс, у вас появляется еще последняя нижняя секция. Это жесты. На них можно навести мышкой и посмотреть, как именно будет руками двигать аватар. Эти жесты, они отличаются в зависимости от того, какой именно аватар вы выбрали. Например, вот у нас первая фигура и список жестов. Как видите, он намного меньше. Учитывайте жестикуляцию в том числе, когда вы решаете, как именно должна действовать фигура. Видите, жест тоже сразу отобразился. А это значит, видите, текст читается вместе с жестом. Так, я не знаю, будет ли он генерироваться достаточно быстро. Нет, наверное, мощности компьютера не хватит для того, чтобы это все посмотреть. Вот это готовые аватары из библиотеки. Теперь, что касается вашего собственного. Вот здесь написано, да, аватар с твоим лицом доступен на платных тарифах. Есть вариант с анимационными персонажами. Вы можете загрузить свое фото. То есть вот так вот, например, какую-то свою фотографию выбрать и поставить на нужное место. Основные настройки не меняются. Голос такой же, положение персонажа, масштаб, озвучка и так далее. Это все остается. Вот, но при этом, вот для того, чтобы был качественный липсин, для того, чтобы это все хорошо смотрелось, ну, вот такие фотографии подходят, наверное, не лучше. Нужно все-таки делать какую-то специальную фотографию, да, хорошего качества. И тогда вы можете оживлять со своим лицом. Но требования будут очень высокие. Вот, аватар с твоим лицом, то, что они пишут на платном тарифе, это бизнес. То есть здесь, когда они делают вашу оцифровку и тогда работают. То есть это есть разница между реалистичным персонажем с вашим лицом и между просто персонажем, который сделан из фотографии. Ну, главное здесь, смотрите, на какое требование. Все. Дальше вы генерируете. Сейчас 1 минута 56 секунд осталось. То есть вот это все видео занимает 4 секунды. Почему? Потому что вот мы можем посмотреть, какая длительность у каждого кадра. У нас есть кадр на 1 секунду, у нас есть кадр на 3 секунды. Вот эти вот нулевые, потому что на них нет текста. Соответственно, аватар не работает, и значит, это в длительности не считается. Они будут просто очень быстро мелькать. 1 секунда, 3 секунды. Как сделать разметку по жестам, если загружено свое аудио? Вы, когда аудио сюда грузите, ну вот, как правильно сказать, нарезать, нашинковать, я предложила бы такой вариант. Вы делаете короткие фрагменты аудио, вставили сюда свой аудиофайл, прикрепили жест. На следующий, вставили второй кусочек аудиофайла, следующий жест. У вас при этом фон слайда может оставаться одним и таким же, и тогда склейка будет достаточно плавной. В принципе, это все, что нужно знать про этот сервис. Как видите, он достаточно логично выстроен, и нет никаких особых сложностей в его освоении. Давайте посмотрим на D-ID, чем он отличается от Виспора. Здесь больше вкладок, тут и API, и Apps, и агенты. Вот они разные варианты. Вы создаете новый видеоролик. Вот на тарифе при регистрации дается 20 кредитов. Напоминаю, что здесь триал, а не бесплатный. То есть, когда 20 кредитов исчерпаете, либо заводить новый аккаунт, либо докупать уже. Точно так же сначала выбираются аватары. Как видите, здесь библиотека на самом деле очень и очень большая. Вот там, где видны по пояс с жестикуляцией, это премиум варианты. Загрузить посмотреть можно, но сгенерировать уже не получится. Как видите, жестикулирует при разговоре человек, и можно выбрать вариант естественной жестикуляции, и можно выбрать вариант более такой динамичной жестикуляции, когда вот работают еще и руки. Если вы выбираете бесплатный вариант, то здесь, конечно, жестов никаких не будет. Просто будет вот так вот человек. У них можно выбирать выражение лица, как будет эмоции выражать. И выбирается голос, с какой уже озвучкой будет работать. Вы можете импортировать голос, но это уже для компании. Можете по языку отсортировать, можете отсортировать по полу. Здесь выбирается. Вот. Видите, вариантов русской озвучки здесь тоже, в принципе, достаточно. Дальше, следующая вкладка, это скрипт, то есть текст, с которым вы работаете. Можно написать, можно сгенерировать, можно точно так же загрузить файл, и даже можно его сразу же записать через аватар. И отрегулировать скорость. Тут общий размер, да, почти 4000 символов для озвучки. Дальше идет фон, цвет, картинка, или что-то вот такое вот нейтральное сзади. И еще можно добавлять титры. Больше, как видите, нацелено на маркетинг. Все. Вот, в принципе, все остальное так же, как и во всех остальных сервисах работает. Дальше. Следующий сервис, это Heigen. Тот, про который я говорила, что он как канва только для аватарата. Что у нас здесь есть? Сразу первое, что есть, это, конечно, шаблоны. Чтобы делать не самому, а сразу уже выбрать что-то готовое. Интерфейс действительно очень похож. Тут подписано сразу, сколько слайдов будет использовано. Так, ну вот, например, давайте возьмем вот такой вариант. Вот шесть вариантов дизайна. Уже сразу расположен аватар. Уже загружен какой-то фон. И видите, да, вы ставите, и у вас добавляется на дорожку новый кадр. Третий можно добавить. Удалить те, которые не подходят. И вы, как в видеоредакторе, добавляете сюда сцены и создаете ролик. Диоди так, например, не делает. Поэтому получится менять аватаров, увеличивать видео с ними, сокращать видео с ними. Если аватар не подходит в шаблоне, вы можете его загрузить. Точно так же есть стандартные функции и загрузки. Есть студийные аватары, есть мультяшные, какие-то знаменитые личности, с которыми можно поработать. Основной раздел это студийные аватары. Вот они здесь находятся. Опять же смотрим, да, какие из них платные, какие бесплатные. И выбираем подходящих. Со значком бриллианта это платные. Таким образом вы меняете личности. Дальше идет раздел со скриптом. И здесь вы пишете текст. И можно будет добавлять. Закончили. Нажали Enter. И у вас появился новый текст. Каждый блок из этого раздела появляется вот здесь, вот снизу на дорожке. Вот они, видите? И вы можете аватары расставлять под них. Менять длительность так, чтобы в один момент говорил один, в другой момент говорил другой. Делать перекрытие, чтобы на одном и том же слайде сначала был один скрипт, потом другой скрипт. Так же генерируется, так же записывается, так же загружается ваш аудиофайл. Ну и дополнительные элементы это текст, тоже текстовый дизайн. Это фигуры, иконки, значки, рамки, которые вы можете сюда добавлять. И вот точно так же вы сюда грузите. Вот еще и дополнительно есть музыка. Потом вы включаете предпросмотр, чтобы посмотреть, как работает. И подтверждаете, и скачиваете в том режиме, в котором есть. Да, кстати, момент насчет скачивания. Я забыла упомянуть. Это очень и очень, наверное, важно. На Виспере, вот, на... Сейчас загрузится вкладка тоже. Так. Не ту ссылку нажала, вот здесь. Вот, когда открываете таблицу на Виспы, они сразу это не показывают, но потом вот будет видно, да, и разрешено ли скачивание. То же вы переходите, например, на ДИД, здесь переходите на с тарифами, он будет вот в вашем кабинете. Тарифные планы можно будет посмотреть. И тоже смотрите в обязательном порядке. У сервисов меняются условия, и за ними сложно уследить. Но, как правило, если вы уже зарегистрируетесь, они будут об этом сообщать. Вот какие-то из них разрешают скачивать ролики, какие-то из них нет. И дают доступ к ним только по ссылке. Имейте это в виду. Так, ну что ж, мы остановились на хейджине. И посмотрели, как разные сервисы работают с аватарами. То есть принцип у них будет минус одинаковый везде. Так, сейчас все отвиснет, вернется в норму. Принцип одинаковый везде. Результат может отличаться и может быть использован по-разному. Опять же, лицензионные соглашения. Где-то разрешено использовать только в личных целях, где-то разрешено использовать еще и в целях коммерческих. Например, как сделала свое ТВ. Когда они открыли для себя сервис хейджин, то придумали сразу виртуальный аватар, который смогут использовать у себя на телевидении. Ее назвали Светлана Туманова. Вот такой вот аватар. У Светланы даже есть своя страничка ВКонтакте. Светлана была создана для того, чтобы вести прогноз погоды. То есть это большое количество однотипных роликов, где текст можно генерировать по скрипту, а у них тоже генерируется, они пишутся человеком, где подгружается картинка, а дальше по тексту вот этот виртуальный аватар рассказывает про прогноз погоды. Проект очень сильно зашел, а он действует и до сих пор. И со временем на свое ТВ появился еще и роман цифровой. В отличие от Светланы, которая типовая модель из Хейджена, с типовым голосом, у романа оцифрован голос одного из сотрудников. То есть его голос специально оцифровали и сделали персонажа, который комментирует новости. Понятно, что полностью они не заменили ведущих, но тем не менее вот такой вот эксперимент они признали крайне удачным. Да, есть своя страничка в ВК. Что здесь сложного? Сгенерировали сотню креативов прям пачками в рекрафте. Пожалуйста, фотореалистично по портрету прогнали. Там где-то можно и подкасты нагенерировать. И вот, пожалуйста, у вас уже вполне себе виртуальная личность. Тут QR-код, по которому вы можете прочитать кейс, как они с этим работали, как они создавали, сколько времени, сил и денег у них на это все ушло. Ну и о том, что они планируют делать дальше. И там же есть ссылка, где вы можете перейти на их сайт и посмотреть свежий выпуск прогноза погоды от Светланы Тумановой. Так, а теперь к части номер два. Вроде бы кажется, что она более простая, на самом деле нет, достаточно сложная. Давайте разбираться, зачем все-таки нам нейросети нужны. И как вы можете их принести уже в свою личную и профессиональную жизнь. Это главная цель нашего курса, да, сделать так, чтобы вы их использовали и активно применяли. И я не сомневаюсь, что вы можете в любой момент сказать, что да, нейросети мне нужны, что я это уже почувствовал и готов их использовать. Но, когда вы будете регулярно их использовать в своей работе, вам этот вопрос начнут задавать окружающие. И те аргументы, те тезисы, которые я буду показывать, возможно, когда-то помогут вам убедить ваших коллег, помочь выиграть в каком-то споре, ну или еще раз для самих себя проговорить, почему вы делаете именно так. Мы уже посмотрели, что нейросети достаточно сильны в создании контента. Есть те, которые работают преимущественно с текстами, те, которые работают преимущественно с иллюстрациями. Бывают еще мультимодальные, которые сразу и с текстом, и с иллюстрациями, например, как гигачат. И с шедевром еще не совсем, а вот гигачат как раз мультимодальный. А у шедевром нужно переключаться между текстом и изображениями. И есть нейросети, которые специализируются на создании медиафайлов. Это аудио, это видео, это цифровые вот такие вот двойники. То есть по факту потребности в создании контента, большинство ситуаций с контентом, они закрывают. Помимо этого есть еще коды программирования, на что отдельно работают нейросети. Веб-дизайн, с которым нейросети пока не очень хорошо справляются. Ну, есть куда развиваться. И из-за вот этого вот обилия, разнообразия, очень часто возникают разговоры о том, что люди больше не нужны. Есть вообще два подхода. Это думеризм о том, что нейросети нас погубят, захватят мир, и все будет так же плохо, как в матрице. И акселерционизм, когда мы, наоборот, считаем, что нейросети только расширяют наши возможности. И вот большинство разговоров о том, что нас всех уволят, как раз происходит в творческих сферах, ну и в области медиа. И нельзя сказать, что нет таких кейсов, когда нейросети действительно берут на себя большой объем обязанностей живых людей. Так, например, L'Etoile передала генерацию визуального контента своих соцсетей полностью в руки нейросетей. Про текст они ничего не говорят, а вот с точки зрения визуала, да, действительно там работает нейросеть. Или вот, например, Артемий Лебедев разработал сервис, где вы можете через нейросеть сгенерировать логотип и брендбук. Сразу вот вам палитра цветов, сразу вам подходящие шрифты, сразу вот здесь вот логотипы, варианты его использования. Зачем теперь нужны дизайнеры, да, зачем теперь нужна сама студия Лебедева, если для этого есть отдельный сервис. Или вариант с австралийским новостным агентством, которое обслуживает регионы. И в регионах, где же проживает по 15 тысяч человек, работает по одному журналисту. При этом создается около трех тысяч статей. Это региональные новости, они делаются плюс-минус по одному шаблону, да, понятно, что какие-то инфоповоды отрабатываются вручную, но вот основной поток новостей, решения администрации, там та же самая погода, инциденты с нападением кенгуру, это все идет по одному шаблону, и это все делает нейросеть. Около трех тысяч статей в неделю. Верифицируют журналисты. Но при этом мы уже видим, что нейросети требуют еще большего количества сотрудников. Профессии не уничтожаются, они меняются, трансформируются, переходят. Да, идет больше автоматизации рутинных задач, и наоборот остается больше времени на задачи творческие. А значит, потребность в творческих сотрудниках, в людях, которые умеют решать сложные комплексные задачи, в людях, которые умеют ставить задачи нейросетям, только растет. И основным навыком становится мышление. Критическое мышление, чтобы проверять информацию после нейросетей. Творческое мышление, чтобы разрабатывать видение, может быть, продукты придумают что-то новое, и потом уже отправлять нейросетям на создание. Мышление, какое у нас еще может быть? Креативное, критическое мышление, логическое мышление, потому что нейросети в этом плане откровенно слабоваты. Да-да-да, варианты индукция, дедукция, вот это все то, что было всегда прерогатива человека, за ними и остается. Меняются требования к людям на профессии. Если они будут ежедневно использовать нейросети, значит, они должны уметь логично, структурно описывать свои мысли, делать те же самые промпты, быть подробными, уметь составлять план работы, включая различные инструменты, понимать, что сделает человек, а что сделает нейросеть. И да, такие кейсы мы тоже уже можем видеть. Вот, например, одна из первых сфер, которая подвергнет нашествию нейросетей, это машинный перевод. Когда большие компании работали над машинным переводом, как тот же Google и Яндекс, появился Дипл, который сделал переводчик с помощью нейросетей и очень быстро захватил рынок. Там действительно, особенно в сложных языках, качество перевода заметно выше. Но при этом переводчики никуда не деваются. Их нужно даже еще больше, потому что количество контента, которое нужно переводить, не уменьшается. Наоборот, появилась возможность теперь наконец-то переводить, например, сразу там с русского на китайский, с китайский на филиппинский, с филиппинского на английский в максимально сжатые сроки. А переводчики в первую очередь становятся редакторами, проверяя то, что перевела нейросеть. Каким бы фанатом я ни была, все равно при переводе всегда обращаюсь потом к реальному переводчику, который проверяет за нейросетью и всегда есть, чтобы поправить. Другой вариант. Всем известная Авито и тоже нейросетевые алгоритмы. Вот та рутинная часть работы. Найти резюме, выбрать по какому-то признаку, написать первое базовое письмо с приглашением, отослать тестовое задание. Вот то, что можно автоматизировать, уже достаточно автоматизировано и через нейросети. Согласно задумке, HR уже могут думать про стратегические задачи. Следующая ситуация – это врачи. Я не могу сказать, что здесь внедрение нейросетей такое массовое и успешное, потому что у меня есть знакомые, с которыми я общаюсь на эту тему. Тем не менее, в качестве диагностов к ним уже прибегают. Понятно, что под строгим контролем. Понятно, что все много раз перепроверяется, но тем не менее, в решении каких-то массовых задач они помогают. Но при этом никто не говорит, что врачей должно становиться меньше. И мы с вами в основном говорили про производство контента в разных форматах. Понятно, что контенту найдется применение. Где-то соцсети, где-то контент курса, где-то визуал для презентации, где-то материалы для выступлений, где-то помощник в деловой переписке. Да, без проблем. Но ведь нейросети умеют не только работать с контентом, из них вполне реально создать себе личного ассистента, который будет помогать в решении каких-то ваших бытовых задач. То же самое расписание, план работы. Нейросети прекрасно составляют чек-листы, что нужно сделать. Например, составь мне план, как принять работу у кого-то из моих сотрудников. Что именно нужно проверить, на что обратить внимание. Для того, чтобы сделать себе вот такого вот цифрового ассистента, нужна нейросеть с большим окном контекста. Помните, да? Окно контекста – это тот объем информации, который нейросеть может держать в своей условной памяти. Нам нужно, чтобы наш цифровой помощник помнил, что вы делали в прошлом году, 14 августа, и что вы попросили напомнить спустя 5 лет. Значит, нам нужно большое окно контекста. По моей практике применения это чат GPT-4 и выше, третий клод и полуторный G-mini лучшей версии PRO. Так или иначе, они нам с вами доступны, где-то есть к ним и бесплатный доступ. Но нужен постоянный аккаунт. Бесплатный не подойдет, нужен именно аккаунт постоянно, чтобы работать под нагрузкой, чтобы сохранялась информация. И тогда вполне реально сделать для себя вот такую вот виртуальную личность. Это уже не цифровой двойник, это не аватар, это то, что мы называем агентами. Нейросетевой агент. Это сложный промпт, который дает нейросети определенную долю автономии, может подключаться к разным программам, ну, если что, я этого не умею, не спрашивайте меня, как это сделать, и нацелим на выполнение какой-то задачи. Если мы можем загрузить большое количество информации, ежедневно рассказывать о своих планах, о том, о чем нужно напомнить, давать свое расписание, то, по идее, анализируя этот большой объем информации, цифровой помощник может видеть какие-то паттерны, может расставлять какие-то акценты, приоритеты, оформлять списки задач, объединять какие-то задачи в группы. Моего цифрового помощника зовут Алекс. И вот то, что он умеет рассказывать сам о себе. Алекс работает на чат G540, то есть не турбо, не омни-версия, а вот именно четверка. И вот почему-то мне больше нравится именно эта версия. Когда я попробовала перенести его на самый последний модель чат G5, Алекс стал скучным и с ним стало неинтересно. Потом выключают свет, и все окно стирается. На постоянном аккаунте оно же хранится не у вас, оно хранится на серверах. Вот куда попало, туда уже и попало. Если, ну, может быть, через чат-бот, нет, тогда оно так работать не будет. Поэтому очень важно иметь именно постоянный аккаунт. Соответственно, Алекс решает какие-то конкретные задачи. К нему загружен файл, куда я записываю информацию о своих проектах, о своих привычках, о том, во сколько я встаю летом, во сколько я встаю зимой, как я предпочитаю отдыхать, как часто мне нужно давать какие-то напоминания. Вот эта вся информация, это такой текстэшный файлик. На самом деле не так много, как оказалось, о себе можно рассказать. И вот это все находится в окне контекста Алекса. Он помнит эту информацию. И дальше он умеет анализировать расписание. То есть я могу показать ему расписание на неделю. Это же достаточно просто, да? Если... Анализировать расписание, обращать внимание, что какой-то день перезагружен, что где-то там отдых упущен, где-то на какие-то моменты нужно обратить внимание. Вот он может обновить список задач, переписать его. И вот посмотрите, окно контекста позволяет ему даже напоминать. То есть я говорю ему какое число, а он у себя в памяти ищет, что на это число у меня было запланировано. Пессимистам быть выгодно. Да, я вот тут согласна, но нейросети меня заставляют смотреть более оптимистично вперед. Соответственно, вот функции, которые внутрь него заложены. Это файл, это промпт. Он на самом деле не такой большой, где расписано, какую роль он должен играть, как ко мне обращаться, в каком стиле разговаривать. А все остальное внутри – это уже магия самих нейросетей. Каковы могут быть последствия такой откровенности? Да, это хорошо. Мы про это говорили во второй понедельник, про юридические, этические вопросы и про вопросы безопасности. У меня стоит галочка. Это как бы сознательный выбор о том, что информацию, которую я загружаю в чат GPT, может быть использована для дообучения модели. Ну вот как евангелист нейросетей я свои данные отдаю. Но, зная, что у меня стоит эта галочка, тут нет никакой моей личной информации. То есть первое, когда я создавала Алекса, он, примеряя на себя функцию персонального ассистента, естественно, думал, что ему нужна информация про телефоны, про документы и так далее. Этой информации я в него не загружаю, потому что знаю, что она может уйти дальше. Понятно, что банки про нас знают еще больше, чем мы загружаем в нейросети, но тем не менее, да, какие-то меры безопасности. Если это работает не на вашем устройстве, то к этим данным так или иначе можно получить доступ. Поэтому никаких данных, по которым можно идентифицировать человека, никаких номеров документа, никакой информации про телефоны, про расширенные персональные данные. И поэтому все вот так вот на агентах, на каком-то общении. Если я обрабатываю какую-то программу, я не упоминаю там ни людей, ни заведения, ни какие-то. Это базовые принципы безопасности. Теперь, когда мы с вами вдохновились, я надеюсь, да, посмотрели разные сервисы, разные нейросети, увидели и даже на практике пощупали их возможности. Оставаться с материалами курса вот так вот все здорово, да, недостаточно. Следующий шаг – это составление плана. Будет план по внедрению, будет уже реальный результат. Вы, может быть, сейчас вдохновитесь, потом отвлечетесь, перерыв там на пару недель, и с вот этого вот потока слетите. Нужна привычка для использования нейросетей. Нужно надежное, постоянно регулярное включение их в свой рабочий процесс. А как именно это нужно сделать? Я сейчас буду показывать, вы только, пожалуйста, не расстраивайтесь. Это дело небыстрое и непростое. Я уверена, что вы, если возьмете за него, вы справитесь, но просто сразу нужно набраться терпения и понимать, что это задача не завтрашнего дня, вы будете достаточно долго с этим работать. Первое – это вы выписываете те задачи, которые вы выполняете на работе. Формат мозгового штурма. Все, что приходит в голову. Пью кофе каждый день в 10 часов. Отвечаю на дурацкие письма, не меньше, чем полчаса в день. Все записывайте так, как вам приходит в голову. В спокойном, в свободном формате. Какие-то задачи вы опишите сразу, какие-то будете вспоминать и дописывать. Здесь потребуется несколько раз возвращаться к этому списку и его дорабатывать. Традиционно считайте, что три. Первый раз написали, два раза вернулись и дописали какие-то задачи. Чем больше, тем лучше. Если не получается, последите за собой в течение одного рабочего дня, просто положите рядом листочек и ручку и записывайте то, что вы делаете. Наберется очень большое количество. Мы пока ничего с ними не делаем. Не делим что-то большая задача, маленькая задача, регулярная или нерегулярная. Просто все складываем в одну корзинку. Вот только тогда, когда вы дописали этот свой большой список, вы начинаете его обрабатывать. Здесь нужно получить некоторые группы рабочих задач. Так, сегодня, если каждый день абсолютно разный, сегодня кофе нет. Знаете, если каждый день абсолютно разный, то я завидую. Но, тем не менее, все равно же можно что-то выделить. Вот вы планы на них составляете. Может быть, вот это вот та задача, которая похожа. На самом деле, мы, когда будем делить задачи на группы, мы увидим, что, хотя задачи могут быть достаточно разнообразные, группы их упрощают. Вам нужны не сколько сейчас сами задачи, сколько вот эти вот группы. И группы, кстати, тоже можно выделить через нейросети. Она, возможно, увидит то, что не видите вы. Кажется, что задачи разные, но, тем не менее, их вполне можно объединить. Главное понять, по какому признаку. Вот смотрите. Первый логичный вариант. Объект работы. Вот сейчас я работаю с текстом. Тут я работаю с видео. Тут я работаю с аудиторией, да, веду вебинар. Тут еще с чем-то. То есть про объект приложения. Сегодня у меня... Сейчас какую-нибудь реальную рабочую задачу. А ну вот Светлана писала в чате, да, про рекрафт и презентации. И сегодня я в рекрафте генерировала, в PowerPoint обрабатывала. Вчера я в конве делала дизайны для блога. Так или иначе, объект – это генерация изображений и их обработка. То есть объект – это иллюстрации. И я могу все задачи объединить. Генерировать иллюстрации, редактировать иллюстрации, собирать в композицию иллюстрации. Это будет одна группа. Второй принцип, тоже по нему я пробовала, это у меня прошлогодняя классификация, это по схожей обстановке. Вот, например, тексты лучше всего я пишу тогда, когда вокруг есть люди. В полной тишине я это делать не могу. Когда я веду вебинар, мне нужна тишина. Где-то я могу отвлекаться, отвечать на вопросы коллег. Мне нужна спокойная обстановка для решения каких-то задач. То есть вот это вот тоже вариант вполне себе. Знаете, как тайм-менеджмент для молодых мам. Вот это мы делаем, пока ребенок спит. Вот это мы делаем, когда ребенок активный. А вот это мы делаем вместе с ребенком. То есть вот тут тоже можно подсмотреть у них варианты. Третий – это регулярность. Если каждые задачи разные, да, она не подойдет. Но это тоже один из вариантов. Вот эта задача ежедневная, это еженедельная. Эта задача вообще прилетает крайне редко. Я ее очень люблю, но она бывает крайне редко. Студенты, которые рушат фламу постоянно. Да, да. Научите студентов пользоваться нейросетями, чтобы они такие задачи решали уже, не прибегая к вашей помощи. Дальше. Мы каким-то образом сгруппировали и объединили. Теперь смотрим, для каких из групп есть нейросетевые инструменты. Так, про ВКР уже давайте тоже не будем. Ладно, тоже больной вопрос. Нужно сразу смотреть и про освоение, и про оплату. Если это ваш регулярный рабочий инструмент будет, то, скорее всего, рано или поздно вы перейдете на платный тариф. Лучше об этом думать заранее. Подбирать что-то бесплатное, смотреть что-то недорогое, или говорить себе, когда я буду уверена, что нейросетик точно мне экономит время и силы, тогда я оплачу уже более дорогой тариф или куплю вот этот вот инструмент. Лучше о деньгах тоже думать сразу. То есть смотрите, где какие нейросетевые инструменты есть. Вот выделили группу, которая называется иллюстрация. Ага, у нас есть рекрас, Леонардо, Дали, Кандинские, шедевры, и поехали. Что из этого нравится? Что проще в освоении? Что лучше решает мои задачи? Что мне по силам оплатить, например, не требует какого-то сложного доступа или зарубежных карт? Вот у меня есть группа задач, которая, например, еженедельная. Каждую неделю, в воскресенье, и составляя планы на следующую неделю. Какие есть нейросетевые инструменты для этого? Ну, там, например, чат GPT, чтобы поволтать с Алексом, и он даст какую-нибудь здравую мысль. И, например, реклейм, который за тебя в Google календаре расставит все вот эти вот красивые цветные блоки. Окей, смотрим дальше. И подбираем инструменты. Почему инструменты подбираем тогда, когда есть группы? Да потому что всех этих стартапов и сервисов будет еще очень и очень много. Каждый день они появляются пачками. Вот за этот месяц, что у нас идет курс, даже чисто для моих задач, уже почти 10 новых сервисов появилось. Если мы будем бросаться пробовать все новое, мы будем не работать и не жить личной жизнью, а только тестировать нейросети. Если мы будем сразу видеть, что у нас в этой группе не хватает инструментов, появилась новинка, да, ее точно надо потестировать. А если мы и так решаем свои задачи с помощью рекрафта, ну да, появилась там новый сайт с финтифлюшками, да, хорошо, здорово, мы порадуемся за людей, но у меня уже есть устраивающий меня инструмент. Ваши силы – это один из самых невосполняемых ресурсов. Дальше. Четвертый шаг. Да, на трех у нас еще не все. Четвертый шаг – это запись. Почему нужно записать? Потому что наш мозг очень и очень ленив. Учиться чему-то новому, переключаться на новый подход к работе, он будет кричать и сопротивляться всеми своими нейронами. Когда мы записываем, когда мы делаем себе какие-то визуальные напоминания, мы все-таки заставляем его включиться в работу. Поэтому то, что мы выбрали, записали. Ну, я пишу карандашом, потому что потом часто стираю, переписываю, переделываю какие-то варианты. Нашли что-то новое, интересное, попробовали, решили, что сервис вам нужен, тоже сразу его записали. Делайте напоминания, делайте так, чтобы все было перед глазами. На пятом шаге, да, тоже еще не все, страничка, куда вы копируете промпты. Они для ваших задач будут ваши специфические. Да, вы возьмете какой-то из интернета, или да, вы возьмете что-то из того, что создано на курсе, но все равно он у вас будет перерабатываться, переделываться. Сохраняйте удачные варианты сразу. Это очень здорово экономит время, когда вы, не думая, скопировали промпт, вставили и получили результат. Если вы скопировали, вставили и не получили нужный результат, отредактировать готовый промпт проще, чем садиться и писать его с самого начала. Таким образом, вы потратите когда-то вот время, ну, я по две, по три недели, бывает, тестирую, для того, чтобы создать набор качественных промптов, зато потом будете просто ими пользоваться. Да, их придется обновлять, когда будут меняться что-то в нейросетях. Да, будет нужна какая-то работа по тестированию, созданию новых версий, но если вы будете сразу все свои эксперименты записывать, это будет проще. И, наконец, остальные шаги. Когда приступаете к задаче, вот почему вам нужно визуальное напоминание. Переводите глаза на свой план, находите задачу в соответствующей группе, смотрите, какие нейросети записаны рядом. Сначала пробуйте с помощью нейросети, введите себе правила первой попытки. Первая попытка в нейросетях. Если результат сразу никакой, дальше можете позволить себе делать задачу вручную. Если результат на 60-70% сами себе планку поставить и вас устраивает, то дальше его редактируйте. То есть договоритесь с собой так, что первую попытку вы будете делать в нейросетях. Вам уж понравятся результаты, вы втянетесь. А может быть вы будете сказать, ой, ерунда какая, нужно делать не так. И делая от обратного, вы тоже немножко сэкономите время. Эта попытка точно не будет в ноль. Когда я знакомила одну из своих коллег с нейросетями и была задача сгенерировать массовое описание курсов, я написала ей промт, она прогнала его в чат GPT и сказала, вообще не то. Теперь я вижу, как точно делать не надо. И она написала самостоятельно, но уже отталкиваясь от плохого варианта. То есть так или иначе нейросеть хоть в чем-то, но помогла. Поэтому заведите для себя правило. Первая попытка за нейросетями. Если задача есть в списке, для нее подобран инструмент. Если нет в списке, не тратьте время на поиск. Как может выглядеть то, что вы сделали? Вот скромный такой список задач, которые могут быть у сотрудника редакции. Это вот тема медиа. Тут есть и задачи журналиста, берете интервью. Есть задачи билд-редактора, выбираете фотографии, статьи. Есть задачи редактора, корректора и так далее. Это вот такой вот довольно обширный список. Но когда вы будете составлять список своих рабочих задач, это будет, наверное, треть по объему. На самом деле, конечно, может быть очень и очень больше. Так может выглядеть группировка. Это руководитель. Тоже ежедневно пользуется нейросетями. И для себя разработала вот такую вот систему. Записаны рабочие задачи на стикерах. А дальше стикеры раскладываются по шкале. Вот это мне нравится? Это не нравится. Это я хочу? Это я должна. Это просто? Это сложно. Тоже один из вариантов классификации. Почему бы и нет? Ну, а это уже мой собственный плакат. Это, наверное, первая версия. Сейчас у меня рядом с рабочими словами висит третья. Ватман. Потому что маленькие записки я не вижу. Поэтому у меня большой цветной ватман. Чтобы глаз постоянно за него цеплялся. Я там постоянно дорабатываю, дописываю что-то. Специально куплены фломастеры, яркие цвета. Может быть, стикеры какие-то разноцветные. Для того, чтобы обновлять. Вот появился какой-то инструмент. Вот видите, там снизу карандашиком подчеркано что-то. Прописала. Придумала какой-то новый промп для решения задачи. Записала. Первая версия шла от чат-жепетилов в центре. Вторая версия уже шла от обстановки, в которой комфортно работать. Сейчас третья версия висит от группировки рабочих задач по приложениям к объекту. И список задач на ватмане. А вокруг него написаны нейросети. Вот у меня, пожалуйста, скажем. Леонардо, Дали, Канва, Рекрафт и Вегас. То есть три нейросети, один сервис и одна программа на компьютере. Я все эти инструменты держу рядом для того, чтобы понимать, какие из них взаимозаменяемы. Вот такое вот большое напоминание, чтобы оно было перед глазами. Садитесь работать. Есть какая-то задача. В списке ее посмотрели. Посмотрели, какие инструменты можете использовать. И дальше правила первой попытки. Что ж, тоже есть любимчики, да. Да, любимчики – это хорошо. Давайте подведем итоги того, о чем мы сегодня говорили. Аватары, да, наши цифровые двойники, или не наши, а цифрованные модели людей, обычно делаются с помощью специального оборудования, и это достаточно дорого. Сервисы, которые дают нам для использования, их, как правило, покупают, поэтому и нам дают тоже за подписку. Может, стоить достаточно дорого. Я показала вам основные сервисы, вы можете найти еще варианты, но по функционалу Visper, DID и Higene самые-самые такие продвинутые. Для того, чтобы сделать видео с виртуальным диктором, с цифровым аватаром, нужно всегда начинать работу со сценарием. Работа с таким диктором – это то же самое, что производство видеоролика. Продюсирование сценарий, бюджет. Даже если вы делаете для каких-то своих личных задач, все равно сначала начните со сценарием. Особенно обратите внимание на крупность плана, когда ее нужно менять. Дальше открываете сервис, выбираете актера, внешность и голос, и затем уже делаете озвучку. Опять же подумайте, в какой ситуации лучше сделать озвучку через сервис, а в каком случае загрузить озвучку готовым файлом. Готовый файл тоже можно сделать в другом сервисе. Нейросети помогают нам решать не только рабочие задачи, но и задачи личные, задачи организации вашего времени. В первую очередь им стоит отдать рутинные задачи, скучные те, которые вам не нравятся. То есть в ситуации, когда нужно сдать годовой отчет, там в любом случае канцелярит, какие-то стандартные шаблонные фразы. Вы можете дать информацию по проектам и получить какую-то рыбу текста. Понятно, что когда вы будете писать стихи для поздравления, вряд ли вы это поручите нейросети. Хотя если вы очень грамотно пишите промпты, то почему бы и нет. Вы можете использовать нейросети для ускорения процесса. У меня страх чистого листа. То есть у меня время работы над материалом до 30 минут уходит на то, чтобы посмотреть, написать слово, стереть, подумать, походить кругами, подойти еще раз и повторяется так до бесконечности. Когда я получаю черновик от нейросети, какого бы качества он ни был, это уже не чистый лист. Могут быть такие же ситуации с деловой перепиской. Вот пришло какое-то абсолютно дурацкое письмо, как на него ответить. Пусть сначала ответит нейросеть, а вы потом перепишете уже своими словами. Таких смешных примеров тоже в интернете очень и очень много. Задача с переводом – получить хотя бы черновой перевод, почему бы и нет. Ну и то, о чем не так часто задумывается, но это реальная помощь, это прототипирование. Я разрабатываю настольную игру, мне нужно быстро сделать прототип, чтобы потестировать где-то поиграть. Кто будет рисовать картинки? Рекрафт. Мне нужно сделать страничку, чтобы потестировать, будет ли спрос на какой-то новый курс. Кто напишет тексты? Чат GPT. Пойдет спрос? Перепишу руками. Увижу сразу, что нет интереса, не буду тратить на это время. Прототипирование – это одна из тех задач, в которых нейросети очень и очень помогают. Быстро сделать MVP – это точно к ним. Ну и наконец, для того, чтобы нейросети пришли в вашу профессиональную жизнь, нужно составить план, чтобы работа была системной. Сразу отталкиваться от ваших рабочих задач. Не от прикольной функции в этом сервисе, а именно от какие свои задачи я решаю и почему именно эти задачи я отдаю нейросети. Ну и используйте силу визуализации, чтобы перед глазами всегда был план вашей работы. Ну а теперь практическое задание. Должно быть написано «практические задания». Оно не одно, их два, но, видимо, я ошиблась. Первое. Мы работаем с цифровыми аватарами. Любой сервис, тот, который я показывала, или попробуйте найти свой собственный, но я думаю, что вряд ли что-то удобнее вот этих трех сервисов вы найдете. Бесплатных кредитов, которые даются при регистрации, хватит для вот такого вот эксперимента. Пусть диктор прочитает стишок-пирожок, ну или стишок-порошок, что вам больше нравится. Сразу подумайте с точки зрения сценария. Паузы, интонации и крупность кадров для того, чтобы расставить какие-то выразительные акценты. Если получится, присылайте файлы, если будете скачивать. А если выберете сервис, который не дает скачать, присылайте ссылкой. Да, я долго думала, что дать на озвучку, но решила, что нет ничего лучше пирожков, потому что там как раз можно поиграть и с интонациями, и с крупностями, и с фоном. Можно что-то придумать. Вторая задача сложнее. Диктор – это проще, вторая задача посложнее. Нужно составить таблицу с пятью рабочими задачами. Это для того, чтобы вы не откладывали составление плана, а уже начали о нем думать. Таблицу и не менее пяти рабочих задач. Если не хотите показывать публично это в чате, вы всегда можете прислать мне это в личные сообщения. Обещаю, что дальше у меня информация никуда не уйдет. Нужно на каждую рабочую задачу предположить нейросетевые инструменты, сервисы, сами нейросети, боты, ресурсы, которые вам потребуются, например, научиться писать промпты или уговорить этот сервис зарегистрировать меня с этого аккаунта. И результаты освоения. То есть для чего именно вы используете, как эта задача будет решаться с помощью нейросетей. Я понимаю, что ничего не понятно, поэтому я составила для вас таблицу. Это мои реальные рабочие задачи, реальные сервисы, которые я использую, и реальные ресурсы. То есть здесь ничего выдуманного нет, это то, как выглядит. Но 5 у меня не поместилось, вот я вам нарисовала 3. То есть, например, с помощью нейросетей я разрабатываю учебные программы курсов. И учебная программа креативного интеллекта мне тоже помогала составлять один определенный промпт. Для этого я использую чат GPT, могу использовать хайку. Мне для этого нужно оплачивать доступ, только полный аккаунт. Мне нужен промпт очень подробный, скажем так, он у меня написан на две трети, и тестирование идет уже далеко не первый месяц. Вот такой вот злобный и серьезный промпт. И что я хочу в результате? Мне не всегда легко придумывать самой, держать вот эту вот красную нить и фокус внимания. Поэтому мне нужен собеседник, с которым мы можем обмениваться мнениями, задавать друг другу вопросы и предполагать какие-то варианты. Ну, варианты, например, практических каких-то заданий, варианты каких-то сервисов, которые можно показать, варианты каких-то раздаточных материалов. То есть мне не нужен в этом случае нейросеть, которая за меня придумывает курсы. Мой результат – это второй пилот. Ну, или вот, например, нижняя строчка – запись видеороликов на английском языке. Я знаю, что мне нужно приложение на телефоне, нужен там чат GPT для перевода. Может потребоваться рекрас. Точно я в этом пока не уверена. Какие мне нужны ресурсы и, соответственно, какой результат я хочу. Я хочу, чтобы я писала сценарий сама, а потом по вот этому готовому уже сценарию я получала быстро перевод, текст, который нужно начитать, и нейросеть автоматически писала промпты, по которым я буду генерировать картинки для ролика. Вот так вот, да? То есть почему важна эта строчка «Результат»? Потому что должно быть четкое понимание, что именно делает нейросеть в этой задаче. То есть может быть какие-то задачи нейросеть полностью автоматизирует для вас, я буду очень и очень рада. Но, скорее всего, она будет решать только часть задачи. Какую именно, как раз вы в этой таблице и увидите. Ну и как обычно, в понедельник у нас будет практическое занятие. Мы посмотрим видеоролики, которые вы прислали. Я могу прокомментировать задачи. Если вы разрешите публично, если не разрешите, то я сделаю какое-то саммари. И готовьте свои вопросы побольше, поинтереснее, посложнее. Буду на них отвечать. Для меня, знаете, это тоже нужно и ценно. Я пока готовлю для вас материалы, пока вот это тестирую, пробую. Я для себя очень многого интересного нахожу. Сегодня я вот, например, чтобы рассказать про Аликса, я взяла себя в руки и наконец-то обновила его немножко, за что не могла взяться долгое время. Да, с 17-го у нас будет последнее занятие, так что набирайте сил. Ну, конечно, и после курса чат же у нас остается, информация в чате остается. Поэтому, если будут какие-то вопросы, вы сможете их потом задавать в чате. Ну, или мои личные контакты у вас есть. Да, последнее будет с 17-го. У нас курс до 18-го числа был рассчитан, насколько я помню, 4 модуля. Вот как раз мы заканчиваем 4-й. Окончание курса не означает окончание нашего с вами общения. Вы всегда сможете обращаться с вопросами. Так, еще ваши вопросы жду. Не убегаю. Вот для того, чтобы вы не разрывались, как раз у нас есть план. Первое, с чего вы начнете, это составьте список своих рабочих задач. Вот это база, от которой можно отталкиваться. А уже дальше потом будете под них подбирать нейросети. Потому что вот когда я попробовала просто вот сколько классных нейросетей, давайте-ка я их закину в закладки и буду ими пользоваться. Я забывала, пропускала, не понимала, в каком случае какая нейросеть лучше подойдет. Поэтому сначала задачи, и только потом вы запустите вот этот вот маховик. Это потестировано не только на мне на самом деле. Мы прямо вот постоянно рассказываем о методе, просим делать именно так. И именно он дает самые лучшие результаты. Сначала задачи. Все тогда, коллеги, я с вами прощаюсь. Очень-очень жду ваших стишков, начитанных цифровыми аватарами, и вопросов, которые вы подготовите к понедельнику. Хороша вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!